всем привет дорогие подписчики за телеканала с мясного зарплаба мы продолжаем проходить игру с хуримейн итак мы с вами прошлой серии побывали в полицейском участке разобрались так сказать шерифом приняли его судьбу мы с вами его обвинили за сокрытие дела за скрытие преступления нам теперь попались на какую-то почту что здесь произошло давайте разбираться так о чем есть сразу посмотреть вроде как ничего и самое главное для меня это было то что мы казнили убийцу я думал что мы просто возьмем и уйдем ну то есть воспользуемся канистром делаем факел да пошли пешком нет он взял и поджог его совсем сделал не то что я хотел ну да ладненько теперь мы с вами на почте давайте разбираться что же здесь при произошло на самом деле смысле меня окружили не дают мне при выйти на улицу нельзя выйти и продолжать меня преследовать да это плохо давай смотреть что здесь есть так это почтовое отделение это все понятно окошечки окошечки по обслуживанию посылочка есть но нам нужно внутрь так это открывается нет здесь какие-нибудь ящики есть я не вижу есть но они не открываются может здесь будет очередной отец третьего пацана ну и куда идти это дверь заблокирована надо найти другой вход а мне надо попасть сюда да ладно хорошо они заперта но я не могу открыть ее что-то блокирует ее изнутри так ладно здесь разобрались нам тут не рады так компуктер включен смотрим сразу везде ящички вроде как ничего полезного я не вижу так подобран ключ хорошо отчего пока не ясно возможно той двери которая заперта может быть не от нее надо еще разбираться так это открывается нет не открывается в принципе тоже ничего полезного нет просто ключ и все компьютер ты не используешь ну ладненько пошли давай сюда сходим так это туалет ничего там в унитазе не заныкали ну окей хочу что-то ключ какой двери либо та дверь либо мы еще и не нашли здрасте а можно да что нет света что ли блин ну понятно автомат выбило автомат так какой пожарный снегназад спала обесточена это еще может пригодиться в смысле так они все выключены автоматы это на пожарку все как долго мы живем в этом кошмаре когда солнце в последний раз поднималось над дормантом мы заперты в этой проклятой вечной ночи и с каждым днем кто-то пропадает телефоны не работают интернета нет ни черта нет мы все умрем а так подождите получается вообще нет дневного света здесь время ночь что не так то опять но здесь все все автоматы вырублены и ничего он включать не хочет тут как бы тоже ничего нету пусто ну и какие то варианты ну только получается сюда пойти что-то я не понимаю тогда что я отключил здесь же больше нет никаких дверей на улице меня не выпускает тут может быть где то дверь есть я что то ее не вижу нет тут ничего тогда что не так с этим рубильником странно странно и непонятно может он был закрыть да какой это туда смысл что-то я что-то не понимаю здесь не поменялось абсолютно ничего здесь тоже не поменялось ничего абсолютно куда тогда идти что-то я не понимаю тогда может просто взять что-нибудь да выломать доски эти как другого входа я вообще не вижу дружище тут только вот он все может что на улице но там явная смерть что-то я не понимаю что-то я не понимаю вот так нашел нашел блин тут оказывается есть вот как раз вот то что вызвать пожарную тревогу блин возможно теперь смогу попасть сюда это полный кошмар был я тут все по 300 раз оббегал еще раз несколько раз умер блин что ж не так то с этой игрой то что не так оказывается заныкали тут где-то пожарная сигнализация блин ну класс так ну и какой смысл вот сюда конкретно в эту комнату какой смысл е-мое а понятно так ладно допустим здесь открылась дверь не значит откроется получается с той стороны они уже здесь внутри хорошо конечно очень хорошо но так ну тут в принципе все вариантов тут нету только заходим сюда ну пошли и вот опять мне надо будет бегать да почему здесь не работает то это может сами читали возможно открылась дверь то странно похоже здесь мало что изменилось так внимательно внимательно смотрим ну скорее всего либо там дверь открыта с правой стороны либо с левой сюда вообще попасть нельзя ну предположим предположим гигант не умеет разговаривать и все же он рассказал мне про птиц какой гигант про каких птиц ну и что я получается только открыл здесь дверь и все что произошло я не могу двигаться машина авария и чё это нужно как-то помочь опа так этого тут ничего не было заперто заперто сейчас чё мамаша появится но по-моему она в этом измерении никогда не появлялась был глазастик а этого машины не было блин я не хочу включать радио вдруг музыка будет палевная блин надо от меня тогда подальше уйти так все упало все упало это плохо блин заперто теперь не не буду включать музыку ну ее нафиг она может у процента какая-то палевная да блин ну и чё я в каком-то лабиринте непонятно чё опять надо было музыку включить ну ладно кстати не могу подвинуть блин не поднять ничего не убрать все закрыто абсолютно что это за место а то есть радио это основной источник то есть его включаешь все меняется тринадцать в 13 лет она умерла мне теперь нужна комната 13 она тут вообще существует вроде как существует ну и чего меня тут заперли замуровали демоны ладно что теперь записулька какая-то есть давай почитаем гигант так же сказал мне о твоем происшествии что за гигант кто имелся ввиду так вот ничего нету нет лучше бежать да это какой-то нескончаемый а все я тут по кругу хожу это точно ну я тут с тобой согласен что мы ходим по кругу мы должны что-то сделать или пойти назад еще не так-то вот не люблю такие моменты когда не вот непонятно вот что делать ну вот что ну вот бегаю я туда-сюда бегаю что дальше-то нажать ничего не могу что делать бегаю тут получается реально по кругу туда-сюда блин и все иду назад побегу а я куда какие-то еще варианты-то бегаю туда-сюда бегаю туда-сюда получается реально по кругу что не так опять-таки вот что надо сделать чтобы это дело пройти я не понимаю что вообще ничего не понятно вот попробую до петри до этого момента вообще ничего не ясно так раздевалка ну да шарик теперь здесь в раздевалках это видеокассета лежит это видеокассета лежит давай уже наверно везде подковаем может что-то найдем полезное или это просто занятие вообще ни о чем походу занятие ни о чем а это как раз та дверь которая у нас закрыта получается да точно ну хорошо я открыл здесь я открыл получается тут все мне возвращаться зачем-то есть у меня тут получается ничего нет да хорошо наверное тут уже все то есть мы с вами открыли дверь а нет это не выход а есть тогда выход вообще интересно может он в туалете да выход в туалете взрослый мужчина попал в ДТП он был один в машине было еще двое лобовое столкновение выглядит ужасно хорошо готовьте палату прижите мне шестерых ранение живота левый верхний квадрат латериальное ранение глубокий разрез он потерял много крови дыхание прослушивается билатериально сердечные таны внутрикосная инфузия вправо большевую берцевую кость артериальное давление 70 моя семья где они не нервничайте сэр все будет хорошо они в порядке морфий только грамм хорошо готово стойте я должен знать что они живы сэр вы должны успокоиться используйте мешок амбу помогите ему дышать и приведите ему УЗИ Андреа Рози выполняйте так то есть он получается попал в ДТП наш главный герой возможно в этом ДТП погибла дочка Рози она приближается выбирайся здание бляха муха какого хрена Аника куда мне идти черт опять оставь мне покоя класс блин тупик что теперь не знаю да я что-то не понимаю что произошло я чувствую пустоту и что мне что делать то а так я иду что ли я что-то ничего не вижу только слышу вот это вот по лужам щелканье и все ничего не вижу вообще абсолютно бляха муха хоть что-то но нашел то же случилось с девочкой настоящая трагедия но несчастный случай это несчастный случай если Джек говорит что дело чисто я уверен так и есть он шериф мы должны верить ему Эрин скорбит ей нужно кого-то обвинить в смерти дочери она отправляет письма в редакции новостных газет и ТВ станции чтобы привлечь внимание к тому что она считает убийством никто не хочет превращать этот город в цирк что сделано то сделано пора двигаться дальше я собираюсь попросить Тома придержать все ее письма я уверен он поймет они были родственниками он его защищал как и начальник полиции Бен не отправлял письма Эрин опять таки получается он мешал расследованию уважаемый окружной прокурор меня зовут Эрин Крайзю не знаю прочли ли вы мое предыдущее письмо но пишу еще раз в надежде что вы выслушите мою историю мы с дочерью переехали в Дорманд чтобы уйти от городской суеты все чего мы хотели это найти спокойное тихое место для жизни этот городок казался таковым но с самого первого дня все смотрели на нас так будто нам тут не место мне было все равно но Аника очень страдала из-за этого все начиналось с простых взглядов но потом стало хуже моя дочь подверглась жестоким нападкам группы городских детей которые развлекаются охотой на всех кто слабее или как-то отличается от них я подавала жалобу школьному директору жаловалась шерифу который кстати является отцом одного из ребят из этой группы я жаловалась всем кому только могла но все что я получил в ответ это они же дети они всего лишь разыгрывают ее один из таких розыгрышей зашел слишком далеко и теперь моя дочь мертва все знают кто это совершил но никто ничего не делает все в городе покрывают детей ответственных за смерть Аники шериф не собирается ничего делать он говорит что дело закрыто он даже не начинал расследование потому что в этом вовлечен его сын я прошу вашей помощи я просто хочу справедливости с уважением Эрин Крайзю начальник поиска сохранил отчаянные письма Эринс Бен не отправлял письма Эрин Бен защищал своего племянника Том я хочу чтобы ты придерживал все письма которые Эрин Крайзю сюда приносит она пытается обратить на Дорман нежелательное внимание смерть ее дочери трагедия но это был несчастный случай не обязательно гробить жизни еще троих детей в конце концов она успокоится Бен вот она вам и успокоилась уважаемый коллектив Daily Look меня зовут Эрин Крайзю пишу вам в надежде что вы прислушаетесь к моим словам мы с дочерью переехали в Дорман чтобы уйти от городской суеты это по-моему то же самое абсолютно если вы напечатаете мою историю власти будут обязаны начать расследование с уважением Эрин Крайзю так, все Бен Харрис начальник почтового отделения он любил свою спокойную жизнь со своими книжками и собаками часто помогал церкви и организовал поездки детям жизнь была хороша но потом его племянник Марк попал в беду произошел нечастный случай девочка погибла дело закрыли но ее мать посылала обличающие письма всем кому могла рассказывать что случилось Бену было жаль девочку но он должен был защитить Марка поэтому он позаботился о том чтобы ее письма не покидали Дорманд никто не узнал бы Бена можно было бы назвать добрым человеком но он помог покрыть смерть Аники чтобы защитить своего племянника будет ли Бен Харрис прощен или заплатит за свое преступление вот опять ну сокрытие преступления это тоже преступление поэтому наказан он будет он был еще одним соучастником который прекрасно знал что делает офигеть какой-то здоровый паук найти выход ну выход наверное здесь стой не уходи эй ты подожди тот фургон бросил их здесь а что я должен был сделать какой-то фургон бросил их здесь это выход так я в чем-то доме найти выход но этот выход мы с вами будем искать уже друзья в следующей серии так что на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вступайте в группу ВКонтакте все ссылочки под видео с вами Базарбабай спасибо за просмотр увидимся в следующих прохождениях всем пока спасибо за просмотр